В не признаваемой ни одной страной мира, кроме Турции, Северный Кипр приезжает всего 10% от числа туристов, посещающих Южный Кипр. Но любознательному путешественнику и здесь есть на что посмотреть. Особенно интересно расположенная здесь историческая часть Старой Никосии. Привет. Можно попробовать? Здесь сохранился традиционный колорит улиц. Турецкое блюдо. Готовится из тахины, семян кунжута и сахара. Структура довольно странная, но очень вкусная и очень традиционная. Кстати, здесь другие деньги. На юге используют кипрские фунты, а на севере турецкие лиры. Как я выяснила, на крытом рынке здесь очень многое отличается от Южного Кипра. Печенье? Привет. Да, будьте добры. По иронии судьбы, даже обычные названия сладостей могут являться заявлением из области политики. Розовое масло, лимон, фисташки, мята. Что ж, надо попробовать. Рахат-лукум продается и на юге, но там его никогда не называют турецкой сладостью. Люди считают и говорят, что это не турецкая, а греческая сладость, или же киприотская сладость. Но тут ничего не поделаешь. Рахат-лукум был создан в Стамбуле 230 лет назад, и его назвали турецкой сладостью. Так что этого не изменишь. Конечно, это просто добродушное подтрунивание, но на самом деле разделение греческого и турецкого Кипра длится не одно столетие. Мечеть Селениум, возвышающаяся над старым городом, раньше была католическим собором, пока почти 500 лет назад, когда на Кипра вторглись солдаты Османской империи, из него сделали мечеть. А внутри красиво, но лучше всего здесь вид с крыши. По специальной договоренности, смотритель мечети отводит меня наверх. Глядя на город с такой высоты, не так просто заметить, что он разделен. Можно только представлять себе буферную зону и баррикады. С 1974 года не было особых конфликтов, и так как Кипр безопасен для путешественников, горечь и взаимное недоверие юга и севера не так очевидны. Но они остаются. Какой позор, что этот прекрасный город разделен надвое. Буферная зона, как шрам, пролегает через весь Кипр. Но все же есть надежда на примирение, ведь теперь греческие и турецкие киприоты могут пересекать границу между севером и югом. Один из самых вдохновляющих примеров примирения на современном Кипре – созданный двумя коммунами хор мира, состоящий как из греческих, так и из турецких киприотов. Раз в неделю хор собирается на репетицию в буферной зоне. Меня зовут Сула, я греческая киприотка. Меня зовут Раиши Лада, я турецкая киприотка. И мы очень хорошие подруги. Лучшие? Да. У этого хора два дирижера – греческий киприот и турецкий киприот. Возможно, мы и не можем говорить на языках друг друга, но с помощью музыки мы можем сказать то, что хотели бы сказать. Мы не политики, мы музыканты, и посредством нашей музыки мы призываем всех к миру. Мы хотим быть вместе, мы хотим жить вместе, мы хотим вместе жить в своей стране и делать все, чтобы нам и нашим детям жилось лучше. Я покидаю Некосию и на последнем этапе моего путешествия еду в прибрежное городо Киринею в надежде увидеть славящийся своей красотой закат над Древней Гаванью. Здесь невероятно красиво. Я просто в восторге от того, что приехала сюда, в Северный Кипр. Здесь как-то спокойно и очень красиво, и здесь такая старинная атмосфера. Это настоящее наслаждение, а солнце вот-вот сядет. Далее Аделла Укар посетит самый крупный греческий остров — Крит. Я на историческом острове, славящемся своими сильными людьми и классической цивилизацией, умопомрачительными горными пейзажами и яростной борьбой за них. Я путешествую по греческому острову Крит. Крит расположен на расстоянии 320 километров к югу от Греции. Я начну свое путешествие в Хании. Потом я попробую пережить ужасы сражения за Крит, потом и из Малемы, что на западе через долину Кирити, я направлюсь в Гавань-Суды, пересеку Белые горы и достигну деревушки Харасфакия. Я проеду на запад по живописной тропе Е4 и, наконец, попаду на один из самых прекрасных критских пляжей — Вэлафанисос. Длина Крита 257 километров, а ширина всего 64. Здесь живет почти полмиллиона греков. Да, именно так нужно путешествовать. Первый порт, где я остановлюсь — Хания. Второй по величине город на Крите. В свое время за него много боролись, но сегодня городом правит туризм и жизнь города сконцентрировалась прямо здесь, вдоль гавани. Большей частью своего сегодняшнего шарма Хания обязана наследию оставшемуся от венецианцев, получившим крит в подарок от Римской империи за помощь в крестовом походе 1204 года. Здесь в изобилии встречаются такие же архитектурные находки и внимание к деталям, как и в самой Венеции. Вообще-то венецианцы планировали превратить узкие улочки, такие как это, в каналы, но их планы нарушили турки. Несмотря на все построенные венецианцами крепости, в 1645 году в город вторглись войска Османской империи, оставившие на городе свою печать, перестроив церкви в мечети и украсив здание восточными деталями. В старом турецком квартале появилось множество баров, и городская молодежь считает их прекрасным местом для тусовок. Но там можно найти и старые бары, такие как кафе Диракке. Там можно провести вечер в более традиционном духе. Здесь можно услышать народную музыку и сплясать быстрый воинственный танец. Большинство танцев исполняется в кругу, так как в древние времена танцоры таким образом пытались оградиться от воздействия зла. Что означает этот танец? Этот танец называется пендозалис. Это военный танец. Его исполняли мужчины перед тем, как отправиться в бой. Так они пытались получить силу. Название танца означает «пять шагов». Это не потому, что в танце пять шагов. Одно из объяснений этого гласит, что это была пятая попытка кристского народа отвоевать свою свободу. Это потому, что было именно столько завоеваний? Да. Это быстрый танец, но обычно он начинается с медленного вступления, а потом ускоряется. И, конечно, ни одна вечеринка не может считаться завершенной без греческого битья тарелок. Этот ритуал сохранился от древнего обычая – договора со смертью. Битье тарелок помогало участникам смириться со смертью дорогих людей. А теперь эта традиция превратилась в праздник. И так по всей Греции. Легко поверить в то, что старые здания Хани и сохранились, пережив века. Но на самом деле многие здания старого города были разрушены при последнем завоевании острова, в сражении за Крит, произошедшем в 1941 году, во время Второй мировой войны. Несмотря на то, что Крит был всего лишь маленьким, населенным сельчанами островом у подножия Южной Европы, он имел огромное стратегическое значение. К апрелю 1941 года Гитлер уже завоевал большую часть Европы, включая материковую часть Греции. Теперь между ним и землями, которые ему предстояло завоевать, стоит Крит. Критское сражение началось на расстоянии нескольких километров от города Хани, в соседнем городе Малеме, куда я сейчас и направляюсь. Я договорилась о встрече с местной жительницей Элени Мараноли. Сегодня на кладбище в Малеме покоятся 4,5 тысячи немецких солдат, а во время сражения оно было одним из главных аэродромов Крита. Так значит, это аэродром Малеме? Именно. Это аэродром, а город Малеме, как вы видите, находится прямо рядом с ним. Именно здесь началось сражение. Крит занимает очень важное стратегическое положение в Средиземном море, и немцы определенно были заинтересованы в том, чтобы завоевать остров. Во-первых, потому что это позволило бы им свободно продвинуться в Африку, на Кебр или в другие части Средиземноморья. А во-вторых, потому что они уже завоевали остальную часть Греции. Силы союзников на острове представляли для них большую угрозу, поэтому они определенно должны были завоевать это место. Если бы они захватили аэродром, это означало бы возможность перебросить сюда войска и ресурсы. Союзники знали о прибытии немцев? Они узнали об этом незадолго до этого, так как им удалось расшифровать секретный код. Так что они знали, что атака намечена на 20 мая 1941 года, и поэтому командующий войсками союзников новозеландец Фрейберт предложил уничтожить аэропорт, чтобы немцы не смогли им воспользоваться. И по сей день без ответа остается вопрос, почему его предложение отклонили. В любом случае, его никто не принял. А что случилось потом? Утром 20 мая началась сильная бомбардировка местности, и, конечно, это привело к панике и беспорядку. Огромные клубы дыма накрыли все вокруг, и вскоре после этого в 7.30 стали появляться немецкие самолеты и планеры, из которых выпрыгивали парашютисты. Некоторых застрелили сразу после приземления, а некоторых в воздухе. Некоторые приземлялись на оливковые деревья, росшие вокруг, конечно, по ошибке. И как только они запутывались в ветвях, их тоже убивали. Союзники переоценили свои силы или же были самоуверены, так что они подумали, что их ждет легкая победа. Значит, это было массированное наступление с воздуха? Да, это было первое крупное воздушно-десантное вторжение в истории. А что же произошло дальше? На следующее утро стало прибывать все больше и больше войск и самолетов. Новые и новые парашютисты присоединялись к тем, кто выжил накануне, и они атаковали союзников и заставили их отступить, уступив всю эту местность. Захватив Мелеми, немцы продолжили штурм Северного берега. Следующей целью была Хания, после чего они собирались продвинуться на восток к крупным городам Ритимну и Ираклиону. Но прежде чем овладеть Хани, они должны были перейти долину Кирити. Я нашла для себя транспорт и решила повторить путь, по которому прошли продвигающиеся вперед немецкие солдаты в первые несколько дней после критского сражения. Очень трудно представить, сколько здесь было пролито крови. Долина Кирити получила название «Долина миллиона апельсинов» благодаря огромному количеству растущих здесь апельсиновых деревьев. Апельсины, оливки и лимоны помогли критянам завоевать репутацию людей, которые употребляют самую здоровую пищу во всей Европе. Вообще, многие островитяне доживают до весьма преклонных лет. Ммм!